Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с художниками и их творчеством. Франц Винг — бельгийский художник, известный своими историческими картинами, жанровыми и востоковедческими сценами и портретами. Вел странствующий образ жизни, путешествовал и работал во многих странах. Родился 14 сентября 1827 года. Я пользуюсь Википедией. Родился в Антверконе. Его отец был бухгалтером на местном заводе по производству джина. В детстве Винг брал уроки рисования у художника Карла Шипперса, жениха двоюродной сестры. Его родители хотели, чтобы он учился игре на скрипке в Руссельской консерватории, но вместо этого он поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверконе. Среди его учителей в академии был Эдвард Дюжарден и Джозеус Лаурентиус Дикманс. В 1826 году Винг дебютировал в салоне в Антверконе со своей работой Иосиф, женой Путифара. Впоследствии картина была выставлена в Филадельфию, в Америке, после чего бесследно исчезла. В результате художник потерял деньги, которые покупатель уже предложил за его работу. Впоследствии Винг вместе с коллегой-художником отправился в Париж, где копировал старых мастеров в Лувре. После своего возвращения в Антверконе в 1852 году он участвовал в Римской премии. Прошел предварительный отбор, но проиграл Фердинанду Пауэллсу, который получил первый приз. Работодатель его отца великодушно предложил финансировать Винка, чтобы он мог сопровождать победителя в Италии. После отъезда в Рим он задержался в Париже, где познакомился с Густавом Ваперсом, ведущим бельгийским художником-романтиком. После 9 месяцев, проведенных в Париже, Винг уехал в Рим. Бельгийское правительство выделило художнику Гран. В 1856 Винг вернулся в Антверк. Художник Флоренс Моллс пригласил Винка присоединиться к нему в поездки на Ближний Восток. Художник принял приглашение и впоследствии провел год, путешествуя по Египту и Палестине. Вернулся, стал преподавателем в Академии изящных искусств и Академии Дендермонди. В Дендермонде Франц Картенс был одним из его учеников. Когда в январе 1886 года Винсент Ван Гог поступил в Академию Антверкена, у Ван Гога возникли проблемы с рядом у его учителей, включая Винка, который был преподавателем класса рисования. В Антверкене Винк получал множество официальных заказов, например, на оформление зала заседания мэрии Антверкена. Он также написал семь стоянок креста для Антверкенского собора. Это серия изображений, изображающих Иисуса Христа в день его распятия и сопровоздающих молитв. Получал заказы из-за рубежа, в том числе на дополнительные крестные ходы для церкви святого Николая в Улон-Тюрмер во Франции и церкви святого Кадберта в Эл-Корте в Лондоне. Художник получил награды на выставку в Брюсселе, Вене, Лондоне, Ливоне и Филаделье. Умер 3 октября 1903 года в Берхеме. Известен в первую очередь своими религиозными и историческими картинами. Его также привлекал популярный в то время ориентализм. И он создал ряд ориенталистских картин, вдохновленных его путешествиями по Ближнему Востулу. Но вот так вкратце из переводной википедии о бельгийском художнике, известный своими историческими картинами, жанровыми и востоковедческими сценами и портретами, Франц Вин. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok